Добрый день, уважаемые трейдеры! Прошедшая неделя для рынка Форекс оказалась весьма волатильной. Началась она продолжением нисходящего тренда по индексу доллара. Он проигрывал относительно позитивные экономические данные по индексу деловой активности в сфере услуг, а также сокращение отрицательного сальдо торгового баланса и уменьшение за неделю числа лиц, впервые обратившихся за пособием. После заявления главы ФРС Дженет Йеллен инвесторы решили, что не стоит ждать повышения американских учетных ставок в обозримом будущем. Это снизило интерес к доллару США, а его индекс в середине недели опустился до минимума за полтора года. Однако в четверг ситуация в корне изменилась, после чего последовал внушительный рост котировок американской валюты. Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что его ведомство серьезно озабочено укреплением евро и уже в июне может приступить к смягчению денежной политики. Он также отметил, что несмотря на незначительное ускорение роста потребительских цен в апреле до 0,7% против 0,5% в марте, инфляция все еще гораздо ниже целевого уровня 2%. Фактически она остается в опасной зоне, когда ее значение ниже 1%. Смягчение денежной политики подразумевает дальнейшее снижение учетной ставки или эмиссию евро. Таким образом, ФРС США сейчас завершает так называемую программу количественного смягчения, а ЕЦБ собирается ее запустить. Все эти события вызвали в итоге рост индекса доллара и ослабление единой европейской валюты. На этой неделе важная экономическая информация в США будет выходить каждый день, в основном за апрель. Во вторник появятся данные о розничных продажах. В среду выйдет индекс производительных цен, а четверг – потребительских. По нашему мнению, прогноз всех этих показателей является нейтральным. 15 мая также объявят данные по промышленному производству и производственный индекс Филадельфии за май. Прогноз слегка негативный. В пятницу выйдет информация по рынку недвижимости и индекс деловой активности Ничиганского университета. Ожидается рост числа объектов нового строительства, что может оказать поддержку американскому доллару. В еврозоне тоже будет много важных событий. В среду будет объявлена информация по промышленному производству. Мы полагаем, что его прогноз является умеренно негативным. Зато все остальные данные ожидаются позитивными для евро. В четверг выйдет инфляция за апрель, во втором чтении ВВП за первый квартал. В пятницу состоится публикация торгового баланса за март. Касаясь экономических данных, способных повлиять на другие валюты, мы хотим отметить безработицу Великобритании и отчет Банка Англии с прогнозом инфляции, которые выйдут в среду. Ночью, в самом начале четверга, будет объявлен ВВП Японии за первый квартал и выйдет прогноз инфляции в Австралии. В пятницу утром в Японии выйдут данные по промышленному производству. В целом неделя будет богата знаменательными событиями, мы рассказали о самых важных из них. Желаем удачной торговли!